Вот уже много лет в подвале дома номер 7 в микрорайоне Елунина одна из жительниц организовала приют для кошек. Здесь есть миски с едой, кошачьи туалеты, в общем-то все для благоприятного проживания бездомных домашних животных. Однако соседям такая инициатива оказалась не по душе, точнее не по запаху. Сначала попытались поговорить с хозяйкой приюта, но компромисса найти не удалось. Как? Будь то, что она живет в своем доме, вот так она ведет себя, что хочет, то и делает. Но связываться с ней никто не хочет. Вот у нас в нашем подъезде даже кто против, сегодня я даже вчера поговорила, говорит, нет, мы связываться не хотим. Опять снова эту борьбу не хочет. Вот и не хотят никто с ней связываться, не то что ругать. Недовольны кошачьим приютом и жители соседнего подъезда. Запах доходит и до их квартир. Жить уже просто невозможно. Они не против домашних животных, но считают, что они не должны находиться в подвале. Летом невозможно сесть на лавочку. Вонь, дышать нечем. Дышать нечем летом. Зимой еще как-то, ну в это время как сыр, да что-то вроде ничего. А так вот летом вообще дышать нечем. Обращались в управляющую компанию, прокуратуру. Доходило дело даже до драки, а потом и до суда. Но конфликт до сих пор остается нерешенным. С Кларой невозможно воевать. Она всем отпор дает и никому не дает. Никого не слушает. Ей сколько замечаний говорят, она внимания не обращает. Улыбается, да и все. Вы не любите кошек, а я люблю. Вот и весь ответ. В очередной раз, пытаясь обсудить сложившуюся ситуацию, стороны снова начинают ссориться. Цивилизованным диалогом здесь и не пахнет. Общение между соседями под стать запаху в подъезде. Никто никого не хочет слышать. Кошки виноваты. Не знают уже как. Меня уже доконать. Уже не знают. Бессовестны быть. Бессовестны. В Полевской коммунальной компании, конечно же, в курсе данной ситуации. С пониманием относятся к добродушной инициативе жительницы многоквартирного дома. Хозяйка приюта тратит немало сил, времени и денег на благо четвероногим друзьям. Но все же подвальное помещение не предназначено для содержания домашних животных. Правилом содержания домашних животных никаких кошек в подвале не должно быть. Последний раз мы проводили дартизацию в этом подвале в марте месяце. Но на сегодняшний день никаких нарушений нет, кроме вот этих кошек. Надеюсь, что в течение мая их из подвала собственник жилья уберет. Здесь можно по-разному смотреть на этот конфликт. С одной стороны, благие намерения и забота о бездомных животных. С другой, невыносимый запах, который не все готовы терпеть. Поэтому прийти к какому-то консенсусу так и не удалось. Видимо, здесь есть и другая проблема. Люди выбрасывают кошек на улицу. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день.